Добро пожаловать, ребята, на самый захватывающий этап Формулы-1 на Грам-при Монако. Собственно, данный этап всегда ставился тем, что он преподносил всякие сюрпризы, но в основном сюрпризы преподношу этому этапу я. Как и в Макларене, мы попробуем здесь приехать первыми, на что у нас есть, по сути, трасса, на которой я спокойно прохожу в третий сегмент, в котором надо квалифицироваться как можно выше, плюс также проехать неплохо третий сегмент. Ну и у нас также Магнус ловит сразу же штраф в 5 позиций на стартовой решетке, произошел у него контакт с кем-то, похоже. Ну и третий сегмент, первая позиция. В принципе, я был от него доволен, повезло, что боты поехали медленнее, чем во втором и в первом сегменте, это третий сегмент. Ну и пол позишн, отлично, осталось только сохранить его до первого поворота и дальше уже на прямых также его защищать, что, по сути, будет для меня проблемой, поскольку позади меня будут Феррари, Мерседес и Редбулл, самое главное. И на прямых, конечно же, скорости у нас, к сожалению, нету, потому что у нас Хонда, потому что крылья выключены в максимум почти, чтобы была прижимная сила в поворотах и можно было их кое-как быстро проходить. Монако также является самым коротким этапом в календаре Формулы 1, всего лишь 3-3 километра, но при этом трасса довольно и медленная, потому что, опять же, куча поворотов, она достаточно узкая, поэтому здесь особо не разгонишься, также и зон для обгона, по сути, нету, проще, как я говорил ранее сказать, где можно опередить, чем где нельзя, потому что здесь реально только две зоны, ну, парочку зон, где можно опередить. Стартер-решетка, я на первом месте, второй у нас Себастьян Феттель, третий Макс Ферстайпель, четвертый Шарли Клэр, пятый Пьер Гасли, шестой Юис Хемсель, седьмой Вальд Реботтес, восьмой Даниэль Рикердо, девятый Чико Перес и десятый Карлос Сайнц. Таким образом у нас выглядит топ-10, Магнусон, как у нас и обещалось, получил штраф в 5 позиций за то, что у него пришел какой-то контакт, который, к сожалению, я не увидел. Стратегия у меня была тут расчет на то, что все, кто ехал на софте, они будут ехать на двух пидстопах, как это было в первом сезоне за Маклара, но тут все идет иначе, и игра уже предлагает изначально стратегию софт-мидиум, причем медиум очень долго должен был выдержать. Так что патчи дают о себе знать, и игра уже неплохо так и заменилась со времен именно первых стартов в F1 2019. Ну и переходим к самому старту. Газ на красном огне, я срываюсь с места, причем получилось так отлично срываться, что никто не смог ко мне даже приблизиться, то есть поравняться даже, и первый поворот я прохожу без проблем, и, соответственно, задача уже была сделана сохранить первую позицию до первого поворота, точнее после первого поворота. Старт с ТВ камеры, Феттель довольно плохо стартовал, из-за чего сразу же с ним поравнялся и Ферстаппин, и за счет этого Ферстаппин смог в первом же повороте навязать борьбу Феттелю, и тем самым обойти его. Позади также у нас бок о бок все проходили первый поворот, но на подъеме уже все выстраивались в ровную линию, поскольку здесь довольно сложно обгонять, и есть немаленькая вероятность того, что можно просто банально ошибиться и как себя убить, так и других оппонентов, которые идут позади. Что же, самая главная задача теперь сохранить первую позицию по ходу нескольких первых кругов и пытаться вообще отставить ее, потому что есть прямые, как я говорил, на которых у меня проблемы со скоростью и на которых мои оппоненты не побрезгают меня опередить. Есть стартфинишная прямая, пусть с немного бесполезным дрессом, но она опять же есть, на которой опять же мои оппоненты будут иметь большое преимущество на ночь по скорости. Ферстаппин на первом же кругу пытается меня опередить, но я тут поступаю, конечно, достаточно грязно, сразу же ему закрываю калитку, из-за чего он ударяется об отбойник, ломает впереди антикрыло, и мне это дает возможность просто оторваться. Также я еще не вписался в автобусную установку, из-за чего я немного ее срезал. После этого я, как я сказал, ехал без каких проблем, потому что Ферстаппин остановился переднее антикрыло, и он сдерживал позади меня пилотон, что, по сути, мне давало возможность уезжать потихоньку от них. После пилотопа я еще очень удачно выехал перед группой из трех болидов, которую, если бы я пропустил вперед, то у меня бы были проблемы, и я бы терял время, потому что опередить у меня было бы возможно только бы в третьем секторе, а весь первый-второй сектор я бы ехал на своем медиуме и терял бы кучу времени, и, скорее всего, бы Льюис вышел бы позади меня, именно прям позади меня, а не позади этой группы, которую ему пришлось потихоньку обходить. Но все-таки впереди меня также была группа, которая стартала на медиуме, и которую надо было обходить, это был Строл, Норрис и Квят. Со всеми тремя я решил расправиться в одном месте, потому что это самое, по моему мнению, адекватное место для обгона, и это 15-16 поворот, связка этих двух поворотов, которых я без проблем обхожу и Строла, и Норриса, и, соответственно, уже на следующий кругу обошел и Квята. Конечно, это достаточно опасный обгон, но, в принципе, все прошло более-менее, только со Стролом у меня произошел небольшой контакт, из-за чего я его, к сожалению, немного выпер, так сказать, с трасс, ну и после Квята я также еще въехал немного в отбойник, но повезло без прокола. После этого я еще и с гражданом повоевал в том же месте, потому что потихоньку у них темп сдает, их шины тоже сдают, и они потихоньку там будут уже заезжать на питстоп и менять его там на софт или хард. Уже точно не помню, на что они там перешли. После граждан у меня остался только Сайенс, но он уже пошел после этого на питстоп. В то же время, пока я всех обгонял впереди, также потихоньку Иль Юрис уже подъезжал ко мне, также он опережал Строла, Норриса, но он опережал их еще в десятом-одиннадцатом повороте в автобусной остановке, в которой крайне сложно пройти бок о бок, там все время кто-то будет срезать. И, честно, я не знаю, почему этот поворот вообще еще у нас есть в Формуле-1. Как по мне, вот после туннеля можно было бы убрать автобусную остановку и тем самым дать гонщикам возможность сражаться вот на этой небольшой прямой, попытаться как-то убрать еще и сгиб этот, потому что там иначе он будет образовываться. И все, можно хоть как-то будет воевать с кем-то и пытаться обороняться, ну и плюс еще одна зона ДРС. Потому что Монако это, честно, ну, трасса, где ты смотришь, как кто-то едет за кем-то, и тут уже действительно неважно, какой у тебя болид по большей части, потому что ты можешь просто сдерживать любой болид позади себя. Ну, только на прямых, окей, могут возникнуть проблемы, но в поворотах здесь сложно очень обходить. Льюис меня догнал к 26-му кругу и по итогу начал меня атаковать в том же самом месте на выходе из туннеля перед автобластной остановкой. Но вышло это, по сути, как с Ферстаппиным, но я не закрывал так сильно калитку. Льюис почему-то сам поехал в отбойник. Как итог, сломанное переднее антикрыло. И впервые за 30 этапов я увидел виртуальную машину безопасности, Карл. За 30! Серьезно, в первом сезоне у меня не было ни одной виртуальной машины безопасности, не говоря уже про вообще машину безопасности. Но, наконец-то, в Монако я ее увидел. И по поводу этого где-то говорилось то, что машина безопасности была переделана в плане того, что она зависела от сложности. Чем легче игра у тебя была, тем чаще она будет выезжать. Чем сложнее, тем она вообще будет реже выезжать, если вообще будет выезжать в принципе. Но виртуальная машина безопасности все-таки есть, оказывается, в этой игре. И, может быть, в будущем она также будет появляться, а может быть, еще и машина безопасности появится. Кто его знает? Все-таки это один из главных атрибутов Формулы 1, который должен быть в игре обязательно А то как-то вот проектов в первом сезоне за Макларен, даже 4 гонки во втором сезоне Я не увидел ни одной машины безопасности Хотя у него были моменты во втором сезоне в Баку, когда Ботл умудрились столкнуться в третьем повороте И по итогу там Льюис развернула И по итогу это образовало небольшое столпотворение из болидов, шедших позади Но машины безопасности даже виртуальной не было Но тут все-таки, я думаю, все у нас будет потихоньку налаживаться Первое место за мной Второй у нас Шарльклер И третий Вальтреботас Льюис у нас поехал на пидстоп после этого повреждения Тем самым поменял еще резину и поставил самый лучший круг в гонке Кстати, до момента первого пидстопа лучший круг держался за мной Ну, в принципе, оно и понятно, потому что Фольстаппин сдерживал позади себя весь пелотон И из-за этого никто не мог особо быстро ехать Монако получилось, в принципе, как обычно, не особо интересное В 18-й формуле завилился, как я говорил еще в прошлом выпуске в Макларене Этапы 2015 года были просто офигенными Ну, только уже когда я там за Макларен ездил, они были так Был такой себе Но было просто офигенно Там аварии были, стопотворения были, вертмашина безопасности выезжала И, по сути, все было в кашу там перемешано И весь пелотон тоже был перемешан Так что советую посмотреть Также, ребят, хочу покупать немного под видео и как они будут выходить Начиная с сегодняшнего дня, именно с 1 октября Видео будут выходить через день То есть, они будут сейчас на нечетные дни выпадать Почему я так делаю? Потому что у меня будет очень мало времени на то, чтобы стримить Стримы проходят также на YouTube-канале и на Twitch-канале Советую подписаться на то и другое И также на группу в ВК Где вывешиваются все анонсы и все новости по поводу канала Вот, у меня не будет времени, чтобы и стримить, и одновременно монтировать Поскольку я буду приходить поздно И, соответственно, иногда я буду стримить Там 4-5 часов И иногда буду сидеть и монтировать все это дело Поэтому это будет как-то так Конечно, я думал, что я смогу делать каждый день и стримы, и видео Но я понимаю, что я просто это физически не смогу и не потяну Поэтому, ребят, как-то так По модификациям продолжаем аэродинамику И продолжаем качать износустойчивость некоторых элементов А именно коробки двигателя Потому что коробка у меня на этот этап была уже почти кончена И ей было где-то процентов 80 То есть в любой момент могли выпадать передачи И из-за этого я мог просто начать очень медленно ехать И, например, скорее всего, меня бы смог тогда опередить На этом, ребят, все С вами был Вархаммер Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте И ставьте лайки И комментируйте До скорых встреч, ребят Пока-пока И удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok